всем привет меня зовут макс риск тема видеоролика можно ли начать инвестировать с 1000 рублей вот такого тема и первое слово и что это значит 1000 рублей это если считать по рублям 20 рублей точнее 20 долларов если зайдем сейчас просто в google вбьем например вот час рубль в доллар можете посмотреть убивают у вас статистика нажимаете на эту функцию тут и вбиваете цифры российские рубль и потом доллар сша мы видим где-то уже 14 долларов тысячи рублей тем видеоролика куда инвестирует 1000 рублей я тоже где-то записывайте ролик можете его найти я думаю найдется можно ли начать инвестировать тысячи рублей это получается у нас 15 рублей если мы попробуем купить акции в тинько в банке то одна акция стоит 20 рублей вот 20 долларов вот таких вот долларов а у нас сейчас 15 рублей 15 долларов значит нас тысяч рублей нам не хватит на этот ну и так дальше это различные ролики написать вот тогда но что можно то потратить все чтобы заработать можно желательно чтобы их отложить тем самым накопить на большую сумму потом уже вы покупать акции чтобы были какие-то годовые этому значит годовые если нету вкратце это тоже вид заработка понятно думаю когда вы покупаете акции или дивиденды или облигации вот вам недоступна облигации не доступно по комиссии акций 15 долларов но я желательно рекомендую вам накопить если вам нет 18 и у вас 15 долларов тоже такие есть люди то тоже есть вариант давайте сейчас краз тоже расскажу я делал подробный видеоролик если вам нет 18 как начать инвестировать макс риска можете найти да на официальный канал а то как то другой канал захватили его и все взломали типа того вот подписывайтесь на канал ставьте лайк чтоб вам точно ютюбе рекомендую настоящее то бывают некоторые парики невозможно их решить и значит у нас получается 15 долларов не совершили ему значит можно я думаю открыть карточку можно с четырех до 17 лет думаю это возможно пробуйте так по-быстрому краса расскажем тем самым если у вас есть где-то будет тоже вложить вас будут уже 20 рублей сможете уже начать инвестировать все вы с россии в тинькофф банк альфа банк если в с украине то вот там другая схема то же самое в play маркете в маркете пишите инвестиции и находите я вроде показывал вам дам мог конечно еще раз показать уже где-то третий раз показывал вам да такой щедрый сейчас даже назвал скачете такое предложение вы можете инвестировать с украины только я тут не знаю если обнован потому что никто не обновляется там некоторые профиль там мало акций тесла есть так что не волнуйтесь кофе тоже есть bitcoin там всякое такое пау в пау пэй также можно инвестировать также может покупать акции инвестиции в акции в помпай я вам даже покажу вам если меня друг еще не заманит лучше я расскажу вам точно то показывать это я уже нельзя надобах а банки б канала не надо мне такое не уже было уже несколько раз хватит я сейчас туда вот называется паук я буква м дум правильного говорю перисубы 3 такой будет кошелек пау так ну не подлядывайте входим вот потом у нас отображается доллары и всякое такое доллары токены биткоины нажимаю на кнопку биржа обменники но и нам интересует биржа обменники история вот биржа биткойн на доллар и разные криптовалюты тут нас меньше минус в общем да тоже тут можно но с компьютером веселее там будет веселее там будет куча кнопок нажимаете биржу торгуйтесь или на официальных сайт в эти биткоины как подкопить их там я вроде вам сказали всего они 12 вы можете также сам это сделать или с помощью кого-то там подробнее уже ролик записывал все будет нормально если что не помог напиши комментариях я тебе отвечу принципе с этим мы разбрались разобрались тысячи рублей теперь куда инвестировать если точно 1000 рублей больших нет как будто четвертый третий вариант скорее всего третьим если так подробнее тогда инвестирую себя а четвертый тогда будет что значит 3 инвестирую себя например можешь какой-то купить курс начать писала на курса куча конечно поэтому думаю никаких идей нету или ты можешь это вот за 1000 рублей если надежда свое хобби какое-то купить премиум даже не варю за доме который нужно каждый месяц на сайте своем платить это будет дороговато а у нас века тысячи рублей все когда нам придется держать деньги чтобы накопить потом уже под доме на его то каждый месяц снимать деньги это как к плата за интернет мобильным если у вас такое есть то значит у вас есть свои деньги вы можете их доложить до 1000 рублей и больше если у вас есть мобильный интернет вы платите за него то почему бы не не стирать их вот мне тоже сама такая ситуация принципе это все всем удачи всем пока лайк подписка всем пока